Казахстан не нуждается, уже работал в Казахстане со сборной, Арми Пайкерс. Попросим сначала о комментариях, а потом уже ваши вопросы. Я думаю, что это было высокоперформанское. Я думаю, что для футбола в Казахстане это было то, что мы хотим увидеть. Это было высокого уровня, и это те игры, которые мы хотим увидеть в нашем Казахстане. Может быть, это тоже хорошо сказать, что я очень понравился атмосферу футбола в октябре. Еще раз, он еще хочет сказать, что ему очень понравилась атмосфера футбола в октябре. И надеяться, что если мы будем показывать такую же игру с нашим клубом, такая же атмосфера будет у нас в Таразе. Реальность в том, что мы победили после, я думаю, хорошего игрока. Я очень счастлива с нашей командой. Я думаю, что октябре очень хорошего игрока. Он думает, что наша игра действительно показала очень хорошую игру. И для него не было сюрпризом такой результат, потому что игра в октябре тоже, как всегда, была очень хорошей. И, да, это время для нас, чтобы держать этот уровень, который мы играли сегодня, в будущем, чтобы получать точки. Потому что мы нужны очень быстро. То есть пришло время, чтобы наша команда сохранила такую игру. И что нам нужно, это набирать очки уже в будущем, в следующих матчах. Я хотел бы поздравить вас с возвращением в Казахстан. А вот такой вопрос. Трудно ли принимать команду, когда уже половина, так скажем, сыграна первого этапа? И сейчас команда находится на предпоследнем месте. Есть ли еще шансы в первую шестерку войти? Нет, в первую шестерку почти не возможно. В первую шестерку никак не возможно. Как вы знаете, я очень реалистичный тренер. Это должно быть слишком много. Еще одна вещь, я думаю, что мы уже играли гораздо лучше в прошлой неделе, чем мы раньше. И это тоже цель для команды. Конечно, мы нужны точки. Но для меня это очень важно, чтобы команды начали играть нормальные, высокий, развивающие игры. И с этим они должны приходить. Как вы знаете, он тренер такой, который смотрит реалистично на все моменты. И он не думает, что никак невозможно попасть в шестерку уже. И та игра, которую мы сейчас уже показываем по сравнению с прошедшими играми, у нас уже получается все лучше и лучше. И пришло время нам сохранить эту игру и дальше развивать эту игру. И нужно уже набирать очки. Венгер Владимир, господин Пайперс. Скажите, пожалуйста, второй матч. Вы в прошлом матче не выпускали вообще легионеров на поле. В старте он составил. Сегодня ваши легионеры тоже были в запасе. Это ваша политика в связи с тем, что вы уже не попадаете в шестерки и отказываете местную молодежь? Потому что в той же Астане у вас уже не всегда то же самое было. Нет, нет. Это моя стратегия, чтобы использовать сильный команды, который я думаю. И, по-моему, все работают очень сильно. Также, наоборот, наоборот, наоборот. Я должен сказать, что сегодня было очень сложно, чтобы поставить на 11. Потому что, например, Тити работает очень хорошо в тренинг сессионах. Он легче болен, поэтому он не был полностью готов, чтобы начать. Но я использую игроков, которые, я думаю, лучшие 11. И, как вы знаете, для меня это не важно, куда они приходят. И, как вы знаете, для меня это не важно, как они летят. И, как вы знаете, для меня это не важно, как они летят. Они лучшие игроки. Я хочу сказать, что я видел этот Эмил Канчьяриев сегодня. Я уже использовал его, когда он был 19, я думаю, в Астане. Если игроков хорош, то он должен играть. Это никак, никакой у него политики нет. То, что использовать легионеров или местных. Выбирает состав, тот состав, который самый боевой, готовый на матч. И, как вы знаете, он не смотрит ни на паспорт, ни на возраст. И, например, Эмили Канчьяриева, когда ему было 19, он также его выпускал, играл у него на стартовом составе в Астане. И, как вы знаете, это не было. Спасибо. 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 Здравствуйте. Ну, сегодня, так можно сказать, мы немножко в неравных условиях были. Команда соперников целенаправленно готовилась неделю. Мы сыграли с перелетами два дня на третий. Чувствуется, что сегодня все-таки физическое состояние было немножко ниже, чем хотелось бы. Плюс, я думаю, погода тоже сыграла не очень хорошую такую службу в плане того, что дополнительные силы еще туда уходили. И концовка игры во втором тайме у нас немножко это самое уже ребята плыли. Но я думаю, Тарас сейчас на подъеме идет. Качество игры хорошее. Прибавили явно так. Но я думаю, в концовке игры все-таки, думаю, что сказалась поддержка наших зрителей. То, что в сложной ситуации уже практически без сил подстегнули команду. И мы создали еще несколько моментов. Забили гол удачно. Ну и победили. Спасибо. Вопрос есть? Не просил бы сделать обозон. Владимир Ильич, сегодня закончился период заявок. Планировалось, что будет полу-4-1. Что случилось? Ну, это вопрос к руководству можно было. Только вопрос финансовый. Потом у нас уже есть семь легионеров. Это надо было заявлять кого-то дополнительно. Нам нужен был форвард. Мы его взяли. Дополнительную мы искали. Но по тем возможностям, которые есть, мы нормального не нашли. Нормального не нашли, который необходим. Были. Без просмотра. Тем более неизвестно, кого забрать. Но у нас на этих позициях, в принципе, есть игроки. И они, может, не типичные крайние хавы. Но могут там играть. Закрывать эту позицию. Довольно удачно. И Харуллин, и Кенжи Сареев. Ну, еще есть. На эту позицию у нас есть кандидаты. Конечно, хотелось бы дреблера такого типичного. Что-то на фланге вскрывал один в один. Но такого не так просто найти. Все? Все. Спасибо. Спасибо.